Это новости на Первом Итищинском. Здравствуйте! В студии Анны Смирнова. Коротко о главных темах этого выпуска. Временные неудобства. На Осташковском шоссе затруднен трафик из-за строительства мытищинской хорды. Сегодня просто катастрофа. Притом сейчас не утренние часы, а пробка не уменьшается. В ожидании перемен. Встреча сотрудников РЖД с местными активистами на станции мытищи завершилась решением провести проверку качества услуг. Люди платят за удобство, комфорт, а комфорта нет. Социальная поддержка, ЖКХ, капремонт, благоустройство. В 24-м микрорайоне прошла выездная администрация. В нашем сюжете топ актуальных вопросов жителей. Те советы, которые они мне дали и те вопросы, которые они помогли мне объяснили, это действительно перспектива к тому, чтобы этот вопрос решить. На Алексеевском пруду торжественно запустили новый дом для уточек и установили аэратор. Теперь водоем будет чистым и красивым, а пернаты – счастливыми. Давно об этом просили жители. Это излюбленное место отдыха всех ближайших домов. Абитуриенты, вперед к мечте! Приемная кампания в вузах и колледжах мытищ в полном разгаре. Какие направления популярны среди молодежи? Кто-то хочет работать бухгалтером, кто-то финансы и кредит выбирает, кто-то экономику организации. А теперь подробнее. На Осташковском шоссе изменилась схема движения на время строительства Мытищинской хорды. Жители предупреждают о временных неудобствах. Пока идут ремонтные работы на дороге Виноградово-Болтяно-Тарасовка, возможны транспортные заторы. Более подробная информация о сроках перекрытия у Лалы Керимовой. Ремонтные работы – важное и полезное дело для развития инфраструктуры города. Однако процесс обновления зачастую требует времени и нередко создает накладки. Последствия реконструкции трассы вблизи микрорайона Пироговский практически с самого утра отобразились на дорогах округа. На дорогах затор, а водители в смятении. На Осташковском шоссе изменилась схема движения на время строительства Мытищинской хорды. Для многих жителей это стало неприятной новостью. Сегодня просто катастрофа. Притом сейчас не утренние часы, а пробка не уменьшается. Тут же с нескольких ЖК сразу втыкаются люди в друг дружку. Ну, как обычно, поехал на работу в Москву. Еще вот практически от Пирогова началась пробка. Вот сегодня я, получается, на работу на час уже опоздаю. Сейчас строители проводят реконструкцию шоссе с устройством одностороннего движения и ливневой канализации. Рабочие прикрыли участок Осташковского шоссе от улицы Центральной в деревне Погорелки до поворота к подъезду ЖК Императорские Мытищи и дублера трассы в районе СНТ Виктория. В настоящий момент подрядчики устанавливают дополнительные технические средства организации дорожного потока. Доустановят также все средства навигации, чтобы наши жители не терялись по пути и понимали, в каком направлении мы двигаться, чтобы уехать либо в Москву, либо на Афанасовское шоссе, либо в сторону Мытищи. В ближайшее время будет составлен план с односторонним движением в сторону Москвы и ЖК Императорские Мытищи, а затем организован второй проезд из еще одного жилищного комплекса – Мытищи Лайт. В Министерстве транспорта отмечают, что перекрытие дороги и временная схема будут действовать до 15 сентября, а полностью завершить работу они планируют к концу 2024 года. Строительство трассы позволит улучшить ситуацию по данному направлению, а пока жителям придется набраться терпения. Лала Керимова, Вадим Воробьев, Первый Мытищинский. Продолжаем транспортную тематику. Стоимость проезда, работоспособность дверей и отсутствие кондиционеров в вагонах обсудили представители РЖД на встрече с жителями. Руководство компании обязалось провести проверку в отношении всех волнующих вопросов. Наболевшие проблемы подняли на станции Мытищи, и это пролог к предстоящим переменам. Подробности у Евгения Щепкова. Железнодорожное сообщение – одна из магистральных тем в жизни каждого мытищинца. Как минимум половина горожан пользуются услугами РЖД ежедневно. Неудивительно, что на встрече с сотрудниками транспортной организации так много людей и еще больше вопросов. Каждый, наверное, которому будет предоставлено слово. Половина здесь, конечно, коллег нашей безобщественной палаты, но половина населения, у которых тоже самое есть вопросы к нашему РЖД. Обсудить наболевшие проблемы в сфере железнодорожного транспорта желают все. Их приоритет – комфортная инфраструктура для всех возрастов. Сильный акцент делается на лифтах, лестницах, переходах и кондиционерах. Последнее особенно актуально в разгар летнего сезона. Я хочу сказать о состоянии электричек. Почему-то очень много жалоб сейчас, особенно в такой жаркий период, по поводу неработающих кондиционеров в электричках. Если это наши скоростные электрички, люди платят за удобство, комфорт, а комфорта нет. Стойкий интерес мытищенцев вызывает проблема ценообразования на транспортные услуги. Стоимость билета стабильно повышается. Оптимизация тарифов – еще одна задача для РЖД. У меня вопрос, который касается непосредственно стоимости проезда. Стоимость проезда от метич до Ярославского вокзала за год срастала в несколько раз. С 81 рубля до 180. И в общей сложности она выросла на 33%. При том, что доходы населения выросли за это время максимум на 10%. И при этом качество проезда сильно не изменилось. Немалый дискомфорт ежедневно причиняют заедающие двери. Регулярное обслуживание и своевременная модернизация оборудования – следующая цель железнодорожников. Часто бывает так, что приезжая на свою станцию, ты готовишься сойти, но внезапно оказывается, что двери не работают. Весь поток людей с двух половин вагонов вынужден ломиться через одни двери. Порой, выходя последним из вагона, двери уже готовы закрыться, хотя пассажиры на платформе только дождались всех выходящих и только начинают посадку на поезд. Представители организации внимательно слушают жителей городского округа и фиксируют каждую деталь. Обращения взяты в оборот. Руководство РЖД обещает рассмотреть каждую проблему в ручном режиме. Нужно проводить, соответственно, проверку. Проведем премиум мер реагирования. И опять же, я повторюсь, вот все, кто задает вопросы, просьба оставить свои координаты, да, чтобы мы потом вам направили, соответственно, ответ. Диалог с пассажирами помогает РЖД работать над ошибками. Каждая из решенных проблем – облегчение для тысяч мытищинцев. Евгений Ощепков, Денис Корнев, Первый Мытищинский. К другим новостям. Традиционная встреча в формате воездной администрации состоялась в первой гимназии. Десятки жителей 24-го микрорайона и не только обратились с вопросами на тему образования, здравоохранения, имущественных отношений, а также жилищно-коммунальных услуг. Топ актуальных проблем горожан в нашем материале. Жители 24-го микрорайона собираются в здании первой гимназии. В одном из ее залов проходит воездная администрация – традиционный формат общения со специалистами и руководителями округа. После регистрации мытищинцы выстраиваются в очередь. Ход мероприятия продуман до мелочей. На повестке, пенсии и пособия, гаражи и парковки, а также земельные и имущественные тяжбы. Я пришла с проблемой с земельным вопросом и сотник Олег Анатольевич мне очень помог. Спасибо ему большое. О расторжении договора о ренте и выкупе земельного участка. Беспокойство жителей городского округа вызывает новая система ценообразования тарифов ЖКХ. Увеличение расходов на свет, газ или воду – серьезный повод перейти на выездную администрацию. Проблема у нас в этом году возникла такая. Если до этого года с нас брали на общедомовые нужды холодную воду с квадратного метра квартиры, то в этом году, не знаем по какому постановлению, нам номер его не назвали, сказали, что по новому постановлению берется в кубометрах. Пока не будут во всех квартирах стоять счетчики на воду, проблема не будет решена. Капитальный ремонт домов – актуальный вопрос для мотеченцев. По итогам обращения к специалистам еще один дом преобразится до неузнаваемости. Мы пришли с проблемой по капитальному ремонту фасада нашего дома. Чтобы нас включили в программу на 26-й год, мы обращались к Яськину Ивану Васильевичу и, соответственно, получили от него разъяснение, что да, наш дом включат в капремонт 26-го года. Ну, соответственно, наша проблема была, в общем-то, решена. Комплексное благоустройство придомовых территорий также не осталось без внимания. Всем жителям дают подробную консультацию по тому или иному вопросу. Я приходила к вопросам по улучшению благоустройства в нашей территории. Вопрос рассматривал Дунаев, Нуштаев и Фомочкин. Спасибо. Те советы, которые они мне дали и те вопросы, которые они помогли мне объяснили, это действительно перспектива к тому, чтобы этот вопрос решить. Вы, зная администрация, не просто формальное мероприятие. Это десятки человеческих судеб и насущных проблем. За анонсами следующей встречи следите на наших официальных ресурсах. Евгений Ощепков, Первый Медичинский. А теперь о благоустройстве. Стартовали работы при конструкции центрального сквера в микрорайоне Пироговский. В результате обновления там заменят плитку, проведут озеленение, обновят линию уличного освещения, а также установят площадку для скейтеров и самокатчиков. Процесс ремонта на объекте проверила контрольная группа администрации. Наш корреспондент тоже побывал на объекте. Сквер в Пироговском славится своими просторами и красивыми видами. Для многих местных жителей он стал центром микрорайона. Здесь проходит множество торжественных и памятных мероприятий. Тут же расположено одно из любимых мест отдыха пироговцев. Но скоро это пространство станет еще лучше. В аллее полным ходом идет реконструкция. Культура здесь же всегда у нас проводит какие-то мероприятия. Мы предусмотрели какой-то щит для них. Щит. Вот он есть. Ну это один щит есть. У нас еще будет несколько силовых щитов. Проект сквера многообещающий. В первую очередь обновят плитку, линию уличного освещения и фонтан. Без изменений, конечно же, не обойдется главная достопримечательность. Мемориал павшим в Великой Отечественной войне. А для безопасности посетителей аллеи установят камеры видеонаблюдения. Реконструкция системы наружного освещения, системы видеонаблюдения, системы звукооповещения. Гранит на фонтанных сегментах будет полностью заменен на новый. Дальше – больше. В рамках проекта на территории проведут озеленение, а также создадут спортивную зону для скейтеров и самокатчиков. Уже в начале сентября сквер предстанет в новом, улучшенном виде. Все работы уже идут полным ходом и планируем к дню города все закончить, и чтобы жители получили подарок на день рождения нашего городского округа. Ремонтные работы сквера – мера временная. А вот их результат будет радовать мытищенцев еще долгие годы. Лала Керимова, Вадим Воробьев, Первый Мытищенский. Продолжаем выпуск. Ремонтные работы в бассейне «Бригантина» перешагнули основной рубеж. Мембраны большой и малой чаш заменены. Идет установка противоскользящей плитки и обустройство душевых. А также реализация дизайн проекта «Холла». 15-летие спортивный объект готовится встретить в обновленном виде. Тонкости строительного процесса и сроки открытия в нашем следующем сюжете. Здесь должно быть все чистое, стерильное. К 1 августа в бассейне «Бригантина» все должно быть сделано. Пригодная для плавания вода в чашах, оборудованные душевые, расставленная мебель и новая плитка. Пока на объекте ведутся работы, но самые сложные из них уже позади. Времени до встречи с чемпионами и любителями здорового образа жизни осталось немного. Подрядчик наращивает темпы. Здесь просто на небольшом участке проводится сразу очень много большой комплекс работ. Необходимо правильно спланировать. Есть достаточно сложные системы, мы меняли именно в бассейне. Работы по ним завершены. Меняются светильники, соответственно, мы делаем новую проводку. У нас здесь будет все выполнено по дизайн-проекту. Симпатично, красиво. Дизайн-проект в стиле лофт будет реализован в холле спортивного комплекса. Он превратится в стильное пространство, где родители смогут комфортно ждать своих спортсменов после тренировок. В душевых и раздевалках уже заменена плитка с глянцевой напротивоскользящую, более безопасную. Осталось завершить этот этап вокруг бассейна. Буквально через несколько дней мастера закончат работы в большой и малой чашах. И начнется заливка воды. Процесс займет около двух недель. Работы еще много. Мы видим, что люди занимаются. Но, тем не менее, сроки тоже у нас. 1 августа мы должны уже здесь провести мероприятие. Помимо заливки, вода еще должна несколько дней очищаться через специальные системы, через фильтры. Химия добавляться. То есть, это такой процесс сложный для того, чтобы привести воду в нормативное состояние. И поэтому надо все делать вовремя. Любимый для тысяч мытищенцев спортивный объект немного преобразится и снаружи. Обновление коснется входных групп. Старт грядущего сезона для пловцов станет двойне приятным. Открытие бригантины запланировано на начало августа. Анна Смирнова, Александр Соломкин. Первомытищенский. Пернатых Алексеевского пруда можно поздравить с новосельем. Новый дом для уточек торжественно спустили на воду. По многочисленным просьбам местных жителей на объекте также установили аэратор. Он предназначен для насещения воды кислородом, который не дает пруду зазеленеть. Репортаж из 6 микрорайона. Долгие годы пернатые обитатели Алексеевского пруда жили без крыши над головой. Наконец, праздник настал и на их улице. Новый дом для уточек готовится к спуску. Двое рабочих привязывают плавучую платформу к лодке, а затем буксируют к центру водоема. После недолгих поисков идеальное место найдено. Отдать якорь. Установили на нашем пруду еще один объект. Это домик для уточек. Давно об этом просили жители. Это излюбленное место отдыха всех ближайших домов. Восьмигранная постройка окрашена в желтый цвет для контраста с водной гладью. В домике имеются двери, окна и импровизированный пирс. Без сомнения, братья наши меньшие оценят эти удобства по достоинству. Уточки всегда пытались на какие-то предметы присесть, поэтому то, что для них специально сделали, это замечательно. Главное, что будкам понравилось. Так красиво, красочно. Экологи напоминают, птиц ни в коем случае нельзя кормить хлебом, потому что мочные изделия пнеют. Если очень хочется, лучше купить в зоомагазинах специальную смесь. Алексеевский пруд – дом не только для уток, но и прочих представителей водной фауны. Карасей, карпов, линий и даже черепах. Ухожено все, красиво, следят за чистотой, за порядком. Детей много всегда здесь. В общем, хорошее место, отлично просто. Это озеро. Здесь постоянно смотрим черепашек. Видим очень приятно детям. Есть на что посмотреть. Для нашей местности это необычно. То есть ехать никуда не надо. Многие родители говорят, что это наш местный зоопарк. Чтобы жизнь обитателя Алексеевского пруда стала еще комфортнее, воду фильтруют при помощи особого устройства – аэратора. Механизм насыщает местную экосистему молекулами кислорода. Это помогает предотвратить размножение вредоносных бактерий. Приобрели сюда такой аэратор, который может работать круглогодично, то есть зимой и летом. Аэратор позволит сделать воду более прозрачной, более светлой, что действительно благоприятно скажется на эстетическом состоянии пруда. Алексеевский пруд – настоящее украшение микрорайона. Бытовой комфорт людей неотделим от заботы о флоре и фауне. В конце концов, счастливое будущее невозможно без экологически чистого настоящего. Алина Савыш, Евгений Ощепков, Михаил Петров, Первый Матищинский. К образовательной тематике. В вузах и колледжах Матищ продолжается приемная кампания. Школьные экзамены позади. Самое время определяться со специальностью. В жизни и теперь уже абитуриентов начался новый этап. Это время наполнено волнением и ожиданиями. От выбора учреждения зависит будущая карьера каждого студента. О какие направления сейчас наиболее востребованы, расскажет Светлана Покровская. Для вчерашних школьников наступила пора принять одно из самых главных решений в жизни. Определиться с дальнейшим учебным заведением – это первый шаг на пути к самореализации и профессиональному успеху. Не менее ответственная миссия и у приемных комиссий. Помочь будущим студентам не ошибиться, сделать правильный выбор – задача не из легких. Еще сложнее помочь ребятам разобраться в тонкостях бюрократической процедуры поступления. Когда студенты подают документы через портал государственной услуги, иногда долго обрабатывается, иногда мы ждем, сами студенты волнуются. Поэтому мы им говорим, вы приходите к нам сюда и эти документы даже через портал мы сможем реализовать совместно с вами здесь, показать, как это правильнее сделать. Работа в Российском университете кооперации кипит с самого утра. Первые, кто встречает будущих студентов – профессиональные психологи. Они же помогают ребятам найти свое место в мире науки. Программа профориентации существует в мытищинских учебных заведениях уже не первый год. Но все же много и тех, кто определился с выбором заранее. Между собой борется юиспруденция, государственное и муниципальное управление, потом у нас, как всегда, это экономический блок, поскольку у нас экономики несколько профилей. Кто-то хочет работать с бухгалтером, кто-то финансы и кредит выбирает, кто-то экономику организации. Нередкие случаи, когда, закончив обучение в колледже, студент выбирает для себя другой путь. Ирина Салеева – квалифицированный юрист. Но в какой-то момент девушка решилась на кардинальные перемены. Решила пойти на специальный сервис, на бюджетные места, потому что захотелось попробовать что-то новое и попробовать себя в совершенно другой специальности. На данный момент внутренний туризм достаточно востребован, поэтому даже в течение обучения будет возможность найти хорошо оплачиваемую работу. Насыщенные будни и в приемной комиссии мытищинского колледжа. Ребята стараются как можно скорее подать заявление и побороться за бюджетные места. А их количество всегда ограничено. У нас всегда была такая плавающая история. Мы один год выпускали большое количество, набирали большое количество. На следующий год выпускали меньше и меньше набирали. Но в этом году большой скачок в связи с тем, что есть большие потребности в кадрах и предприятия города очень сильно нуждаются. А на помощь предприятиям, которых мытищих более 4 тысяч, уже не первый год приходит федеральная образовательная программа «Профессионалитет». Будущие специалисты активно проходят практику в процессе самого обучения. Это очень хороший проект. Он дает большой рывок для оборонного комплекса, в данный момент, с которым мы работаем. Действительно поможет ребятам увидеть предприятие, увидеть производство. У нас разработаны карьерные карты с предприятием. Не секрет, что при выборе специальности многие ребята смотрят далеко вперед. Оценивают будущие условия труда на перспективу. Но есть профессии, о которых зачастую забывают. А зря. Ведь они не менее важны. Самая, наверное, недооцененная специальность – это профессия плотника. Туда обычно подают ребят только те, которые с низким баллом. Хотя достаточно востребованная профессия. На выходе ребята потом получают достаточно высокие зарплаты в различных местах. А самая популярная профессия среди абитуриентов Мытищинского колледжа – это сварщик. И неспроста. У этих специалистов есть огромный шанс внести важный вклад в развитие страны. Светлана Покровская, Вадим Воробьев. Первый Мытищинский. Ветерана труда из Мытищ поздравили с юбилеем от имени губернатора Подмосковья. Не так давно свое 80-летие отметила жительница округа Зиновьева Алла Федоровна. За плечами этой удивительной женщины долгий и насыщенный путь. С нашим корреспондентом она поделилась воспоминаниями из своей молодости. Внимание на экран. Алла Федоровна Зиновьева – почетный ветеран труда. Ее история – пример преданности своему делу. Пенсионерка живет в Мытищах уже 55 лет. Больше половины из которых она посвятила работе на промышленном предприятии «Стройпластмасс». Плитку прессовывали, мы делали. Потом мешки, сварка мешков варили. Ну, там специальная такая машина, лента. Берешь каждый мешок и вот так продеваешь. И автоматически оно двигается и сваривается. До переезда Алла Федоровна училась и работала в Твери. Получив профессию швея-мотористка третьего разряда, она начала увлекаться рукоделием. Это хобби идет с женщиной на протяжении всей жизни. Почему-то мне легко давало шить. Я все и вязала, и вышивала, и шила. Даже своим знакомым много шила, очень много шила. Своим детям шила, шила. Это моя любимая была работа. Свою молодость Алла Федоровна вспоминает с приятной грустью, но все равно с удовольствием делится историями из жизни. В юношеские годы именинница полюбился лыжный спорт. Постепенно увлечение стало приносить видимые успехи, и девушка занимала призовые места среди своих сверстников. Я очень любила спорт, лыжи. Я в школе участвовала, соревнования заняла первое место. В честь юбилея ветерану труда и промышленности вручили памятный подарок от лица губернатора Московской области. Мы бы хотели поздравить вас с юбилеем, вручить вам подарок. Это жостовский поднос в подарочном пакете с открыткой, подписанной губернатором Московской области. Пожелать вам счастья, здоровья и долгих лет. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас дама серебряного возраста не унывает. Сохраняя бодрость духа, она часто выходит на прогулку в сквер, видится с подругами и любит проводить выходные со своими внуками. Яна Никушина, Александр Соломкин, Первый Матичинский. На этом у нас все. Это были главные события на сегодня. Далее прогноз погоды. Помните, смотреть наши новости вы можете и в социальных сетях. Мы есть в ВКонтакте, Телеграме и Одноклассниках. Всего доброго и до свидания. Вода не прощает ошибок. Помните об этом. Купаетесь исключительно в разрешенных местах. Ныряйте только со спецплощадок, убедившись в чистоте и безопасности дна. Ни в коем случае не заплывайте за буйки, особенно при сильных волнах и порывистом ветре. Не заходите в воду в нетрезвом виде и избегайте перегрева в воде. Не упускайте из виду детей. Если кто-то из окружающих попал в беду, звоните по номеру Единой службы спасения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok